Сказка пятая Угощайся Или про воробья Утенок, утенок Попробуй, что мне мама купила Сказал цыпленок Он протягивал утенку йогурт Цыпляки тоже любят йогурт Ой, как вкусно! Воскликнул утя, облизываясь А я тоже принес тебе угощение И утенок радостно протянул цыпленку йогурт на другой Зернышками пшена Какая вкуснятина! Воскликнул цыпленок, глядя на любимого друга утю А что вы будете? Спросил кот по имени кот Или котя Он тоже подошел и тоже принес что-то в свертке А мы угощаем друг друга Ответил цыпленок Хочешь попробовать, какие вкусняшки мы принесли? Хочу! Промурлыкал им в ответ котик И попробовал Я тоже принес угощение Надо сказать, что накануне был всеобщий праздник Во всех домах готовили и покупали что-то вкусное Кот протянул свой сверток В нем были кусочки тортика со сметаной Все попробовали угощение друг друга Все порадовались, что друзья нравились их угощения И тут прилетел воробей Открался из тонкливой крошки тортика Захватил маленький кусочек, а и взлетел Но котя молниеносно подпрыгнул и схватил воробья Ой, не делай ему больно! Стревоженного скрикнул цыпленок Он же маленький! Надо его наказать! Прознес котя, прижав воробья лапой Котя, не надо! Снова вступился за воробья цыпленок А вдруг он голодный? А я думаю, что надо! Не согласился с другом утенок Он должен быть попросить нас, а не воровать Котя кирнул в знак согласия с утенком Передумались Воробей продолжал трепыхаться под лапой коти И тут прискакала лягушка Она весело кваркнула и сказала А я принесла угощение вам А что это вы тут делаете, кварква? Мы думаем, как поступить с воробьем Наказать его или отпустить? Он хотел украсть наше угощение Нехорошо! Ква-ква! Квакнула лягушка А давайте-ка я его спросим Как он сам думает о своем поступке? Котя, придерживая воробья лапой, спросил Ну, что скажешь? Хорошо ты поступил! А воробей про чириков? Я всегда так делаю! Еще никто никогда не предлагал что-то вкусное! Да и вообще никто никогда мне ничем не угощал! Всегда приходится поступать вот так! Ты хоть раз пытался попросить или спросить, можно ли попробовать? Может, тебе бы сюда вас угощали бы? Ты ведь славный, маленький, забавный! И тут прибежала собачка А я хочу вас угостить пирожками с листиками смородины! Очень вкусно и полезно! Давайте все за стол! Воробей, ты любишь пирожки? Мы можем поделиться! Да, друзья? Пожалуй, что да! Ответили друзья хором И кот немного поморщился, но воробья выпустил Все накрыли стол Заботливый котик принес еще и скатерть И стали угощаться Воробей вдруг предложил спеть для них песню И за Чирико! А он Чирико веселее и лучше, чем всегда! Всем было весело! И даже попробовали подпеть воробью! Ну и чтоб получилось смешно, потому что И поэтому стало еще веселее! Наверное, он хочет с нами дружить! Подумал каждый из друзей о воробьи! Поет он весело! А почему ты пирожок под крыло спрятал? А сам не ел? Спросил Утя Цыпу! А я захотел маму с папой угости! Такие полезные пирожки они еще не ели! Эх, жаль, что я съел! Надо было тоже для мамы с папой захватить! Подумал утенок и решил просто расспросить друга собачку Про рецепт пирожков! Воробей запел другую песенку И все снова дружно подхватили ее! И уже получилось получше петь всем вместе! Настоящий праздничный хор получился! Даже стрекозы и бабочки слетелись поближе, наверное! Им тоже захотелось попеть или послушать! А может, просто посмотреть, что тут такое происходит? Удивились, наверное, как это собаки и коты, А еще и цыплята, утята и лягушата Могут петь! Ну а теперь задание! Задание первое! Почему воробей захотел спеть друзьям песню? И задание второе Вам понравилось, что Цыпа захотел угостить маму с папой Вкусным полезным пирожком? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!